О первоверховных апостолах Петре и Павле и их славнейшем мученическом подвиге. Небо и земля состязаются между собой в настоящем торжестве, посвященном памяти апостолов. С одной стороны, небесные силы почтительными голосами прославляют, возвращенные апостольскими трудами, учения, так как через апостолов же стало известно им таинство домостроительства, как посвятает Павел. «Да сделается известным началом и властям на небесах церкви многоразличная премудрость Божия» – Ефесянам 3.10. С другой, и люди на земле усиливаются сложить достойную хвалу в честь первоверховных, трудами которых устроилось их спасение. Что выше Петра? Что равно Павлу? Они словом и делом превзошли всякое создание небесное и земное. Обличенные бренным телом, они оказались выше ангелов. Что же скажем мы в похвалу этим наставникам земных и небесных? Не нахожу для похвалы слов, достойных тех, которые составляют похвалу рода нашего, которые обошли всю землю и море, истребили самые корни греха, и в сердцах неверных людей посадили семена благочестия. Петр – вождь апостола, Павел – учитель вселенной и соучастник небесных сил, Петр – узда ослепленных иудеев, Павел – наставник язычников. И заметь превосходящую всю мудрость владыки, Петра избрал он из рыбаков, Павла – из делателей палаток, и это сделано было на пользу. Через это возвышалась слава иудеев. И вот что поручил Господь этому рыбаку. «Иди на море, брось уду, и рыбу, которую поймаешь, возьми и открой рот ей, и найдешь статир». Масея 17, 27. «Море» здесь в словах Спасителя означает непостоянство беззаконных иудеев. «Удица» – искусное слово учения. Под рыбой же, разумеется, закон. «Отверс уста его – значит истолковать его, а найти в нем статир – значит духовно осудить его». Павлу, как делателю палаток, Господь поручил язычников, чтобы их, лишенных покрова закона и благодати, он облег в одежду, окрашенную водой и кровью Господнею. «Иди», – говорит ему сам Господь, – «к язычникам далеко пошлю тебя». 22-21 деяние. «О блаженная двоица», верно уловившая души всего мира. Петр – начало правой веры, великий священоделатель церкви, наставник христиан, сокровище вышних сил, апостол, облеченный честью от самого Христа. Павел – великий проповедник истины, похвала вселенной, небесный человек и земной ангел. «Слава церкви, орел, воспаривший к небесам, лира духа, ласточка и кузнечик, орган владычный, неусыпный работник Христов». Павел и Петр – упряжные валы церкви, возделавшие во вселенной прекрасную ниву, подъявшие вместо ерма крест, вместо погонщика – спасителя, вместо ремней ерма – заветы писаний, вместо рожна – благодать Святого Духа. Павел и Петр – святила церковная, ежедневно просвещающая церковь, сокровищницы Духа, просветители вселенной, сосуды благодати, истолкователи Святой Троицы, и изъяснители Божественного Слова. Петр – моя духовная любовь. Павел – сосуд, избранный мой жезу. Петр – храм Божий. Павел – уста Христовы. Лира – духа. Человек при трех локтях росту, достигавший третьего неба. Телом привязанный к месту и весь мир, привязавший к Господу. Все страны – это Иерусалима и его окрестности, да и лирика, наполнивши благовестием Христовым. Римлянам 15.19. Быстротечный гонец, орел, взлетевший к небу, сосуд божественной благодати, постный самим Господом, пронести имя его по всей вселенной, пронивший до третьего неба и вошедший в рай, достигший неописуемого престола Христова и услышавший неизреченные глаголы, которых невозможно человеку пересказать. 2 Коринфянам 12.4. А о Петре, что скажем, сладостное зрелище церкви, святильник вселенной, чистая голубица, вождь апостолов, пламенный апостол, горящий духом ангел и человек, посредник благодати, неподвижная скала веры, маститая мудрость церкви, своей чистотой от самого Господа, заслуживший наименование Блаженного и Сына Голубицы, от самого Христа, приявший ключи Царства Небесного, лики ангелов во многом превзойдены вами. В чем же именно? Сам Господь восхваляет вас. Вы есть свет мира. Матфея 5.14. Вы могущественнее царей, величественнее богатых, сильнее воинов, мудрее мудрецов и философов, красноречивее ораторов. На вас вполне оправдались слова. Ничего не имеем, а всем обладаем. 2 Коринфянам 6.10. Вы терпение мучеников, исповедание патриархов, воздержание подвижников, увенчание девственны, умиротворение супружеств, узда хищных богачей, вразумление невоздержных, опора царей, покров христиан, а спор варварам. 3 Коринфянам 6.10. Вы укращаете еретиков, умерщвляете неразумные страсти тела, вы не изложили легионы бесов, разорили алтари язычников, наследовали обетованные небесные и земные обетования. Вам вручены были самые клещи царства небесного, а на земле вы получили власть вязать и решить грехи. 4 Коринфянам 6.10. О чудо простецов, о премудрость невеж, тени свои Петр исцелял расслабленных и разрешал уже смерти, одежды Павла врачевали недуги и изгоняли бесов. 5 Коринфянам 7.10. Как же сильны вы могуществом правого духа ныне, когда предстоите рядом с матерью Господа нашего. 6 Коринфянам 7.10. О Павел, желанная ласточка церкви, о Петр, соловей непрестанно услождающий всю вселенную. 7.10. Столпы церкви великие, светильники вселенной, не уступающие в добродетели друг другу и превосходящие всю тварь совокупности. 8.10. Радуйся же, Петр, скала веры. 9.10. Радуйся, Павел, похвала церкви. 10.10. Радуйся, Петр, основание правой веры. 11.10. Радуйся, Павел, попечение о церкви. 12.10. 12.10. 14.10. 14.10. 15.10. 15.10. 15.10. 16.11. 18.11. 19.11. 20.11. 20.11. 21.1. Павел, одаренный изобильной благодатью. Радуйся, Петр, горящий и пламенеющий духом святым. Радуйся, Павел, ревностный подвижник евангельской проповеди. Всю подсолнечную вы просветили своей проповедью, и бесчисленные страдания потерпели за церковь. Вы подвергались заключению в темницах, терпели оскорбления от варваров и поношения от иудеев. Были презираемы народ царями, не имея возможности свободно вздохнуть. Вы не искали отдыха от трудов проповеди, а тяжесть и уз не в состоянии были двинуть членам тела. Вы всю вселенную, связанную грехом, разрешили своими писаниями. Полтища бесов вы обратили в бегство, и всю вселенную наполнили благодатью Святого Духа. Вы рассеяли мрак заблуждения, не зажили дерзость бесов, обратили в прах всякое лжеименное служение. Исторгли плевелы из пшеницы, и своими ежедневными наставлениями сделали чистую церковную ниву. 617. Чем же возблагодарить нам вас, то для нас потрудившихся? Вспоминая о тебе, Петр, и поражаясь, в изумлении проливая слезы, присоединяя твоих подвигов. Павел, что сказать, как изобразить ваши страдания? Я не нахожу слов. Сколько темниц вы осветили, сколько уст просветили, сколько страхи последовало вашему учению, сколько цепей вами расторнуто, сколько искушений вы претерпели, сколько мест осветились своими стопами, сколько оскорблений перенесли, как носили в себе Христа, как усладили церковь своей проповедью. Уста ваши благословенны, члены ваши обогрены кровью, пролитой за церковь. Неуклонно во всем вы подражали Христу, во всю землю прошли глаголы их и в концы вселенной слова их. Псалом 18.5. Непоколебимую Христос сохраняет свою церковь, уневещенную ему вами. Подобного вам не было ни раньше вас, ни после вас. Кто осмелится возвещать что-нибудь мимо вашего предания и усвоять себе учительское достоинство помимо вас? Всех наставников вы умудрили, всех богословов вдохновили, всех непросвещенных просветили. Ваше терпение превозмозгло даже косность наших сердец. Оно так было велико, что вы сами желали быть отлученными, чтобы приобрести Христу весь мир. Итак, что воздадим мы вам за все те блага, которые мы от вас получили? Сегодня память ваших подвигов, сегодня празднование вашего мученичества за Христа. Сегодня все мы торжественно почитаем ваши мощи. Радуйся, Петр, вкусивший древо крестного и распятый вниз головою. В самом распятии, как бы восходящий от земли на небо. Благословенные гвозди, пронзившие те святые члены, которые вожделены для меня превыше небесной славы. С верновением придав в руки владыке свою душу благий и верный раб, поработавший Господу, и у невещенной ему церкви со всем усердием и постоянством горящий духом. Верный владыке всяческих апостолов, усечен мечом, был приблаженный Павел, которого нельзя восхвалить по достоинству. Какой меч распёрк эту гортань? Орган владыки? Предмет удивления для поднебесной и ужаса для подземных. Какое место восприяла твою кровь? Капли, которые подобно молоку, росили одежду твоего палача, и даже его варварскую душу усладили пачем мёда, обратив его вместе с его товарищами к вере. Да будет же меч тот для меня вместо венца. Тридцать пять лет поработал апостол Господу со всем усердием, и совершив течение своё во благочестие, почил лет шестидесяти восьми. Ваши собственные воздвания обращаем к вам, мы грешные. Вы наставляете нас, радуйтесь всегда о Господе. Филиппийцам 4.4. Непрестанно о нас молитесь. Испомните же эти свои обещания. Не ты ли сам вопиёшь, блаженный Пётр? Постарайтесь всегда приводить вам на память об этом. 2 Петра 1.15. И после моего исхода. Итак, блаженный апостол Христос Пётр был из Десаиды Галилейской, где Господь наш Иисус Христос сотворил весьма многие чудеса, откуда и Филипп родом, а блаженный Павел и старца в Киликии. Почели же они оба в Великом Граде, Древнем Риме, месяца июня в двадцать девятый день, будучи умершлены при жесточайшем из царей Нероне, и отошедши к Учителю своему и Владыке всех после многих подвигов. Итак, мы должны, мы, возлюбленные, со всем усердием молиться царю всех Христу Богу нашему, чтобы Он по своему человеколюбию подобил нас соблюсти верно в предание и наставление славнейших апостолов, чтобы нам получить милость пред престолом Его. Через Него же и с Ним слава Богу и Отцу, со Всесвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»